В этом ролике я вам расскажу о перспективах курса доллара в начале осени, а также почему российский рубль так сильно укрепился к доллару. Приветствую всех инвесторов на своем канале и без долгого вступления приступаем к теме. Итак, осенью есть все сомнения, что курс доллара может достигнуть уровня в 65 рублей за 1 доллар США. И давайте в этом разбираться. В настоящее время российский рубль укреплен благодаря августовскому налоговому периоду с традиционно более высоким спросом экспортеров на рублевую ликвидность для платежей в бюджет. И пока что налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца августа. При этом сезон отпусков, а также подготовка школьников к возвращению за парты не предполагают до конца месяца более существенной активности импортеров. Сейчас туристический спрос на валюту также заметно сократился. Соответственно, баланс на рынке должен в ближайшее время оставаться смещенным в сторону превышения предложения валюты, подразумевая риск укрепления рубля до 56-58 рублей за доллар. А в ожидании осени, как я уже не раз говорил в своих роликах, я по-прежнему ожидаю плавное движение в сторону уровня в 65 рублей за доллар. Вероятно, в преддверии налогового периода, который начнется уже на следующей неделе, многие экспортеры стали заранее продавать иностранную валюту. Кроме того, нефтяные цены сумели остановить снижение на новых полугодовых минимумах, перейдя к восстановлению. И это снизило угрозу более глубокого провала котировок нефти, который угрожал лишить рубль ключевой защиты от геополитики и санкции в виде стабильно большой экспортной выручки российских компаний. И по моей оценке, к началу осени рубль останется в диапазоне августа, который в паре с долларом соответствует границам от 59 до 62 рублей. Также сейчас я вам хочу напомнить, что курс доллара в четверг в ходе торгов на московской бирже впервые с 8 августа опустился ниже 60 рублей. Если же быть конкретнее, то он снизился до уровня 59,5 рублей. И это произошло по двум причинам. Во-первых, во внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. А во-вторых, как я уже говорил, приближается конец налогового периода и компании начинают продавать валюту. Также на российском рынке продолжает сохраняться высокое предложение иностранной валюты. А импорт восстанавливается очень медленно, то есть спрос на доллары и евро очень низкий. Кроме того, для банков валюты стали по сути токсичными. И еще один локальный фактор укрепления рубля – это подготовка компании к налоговому периоду, пик которого приходится на 25 августа. И экспортеры заблаговременно начинают продавать валюту и аккумулировать рубли для осуществления налоговых выплат. И сейчас, в условиях относительно невысокой ликвидности, подготовка компании к уплате налогов может существенно повлиять на курс доллара. Августовский объем налоговых выплат в бюджет и внебюджетные фонды ожидается на уровне 2,4 до 2,5 трлн рублей. И именно из-за этого до конца следующей недели рубль может укрепиться до 58 рублей за 1 доллар США. После прохождения налогового периода, то есть последних чисел августа, доллар с большей вероятностью снова начнет расти. И в сентябре мы с вами можем увидеть его подорожание аж до 65 рублей. А до конца года он по-прежнему может достигнуть уровня в 73 рубля. Продолжение цикла снижения ключевой ставки, восстановление импорта при потенциальном сужении экспортных потоков из-за ограничений недружественных стран будут неизбежно давить на российский рубль. И на этом, если вам была полезна эта информация, то не жалеете вашего лайка под роликом, а также подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем удачи, всем пока.